Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать эскиз на фотографии. Действительно, это не очень популярная техника, но, на мой взгляд, может быть очень наглядный и очень интересный как метод коллажирования, использования фотографии поверх рисунок. Соответственно, эскизы. Плюс ко всему, таким образом можно рисовать на фотографии своих заказчиков, если у вас есть фотография либо в нижнем белье, либо обтягивающие велосипедки и топ, для того, чтобы сверху можно было изобразить изделие. На мой взгляд, техника интересная. Давайте порисуем, посмотрим, как это все выглядит. Я взяла фотографию девушки со стока, то есть, чтобы не было никаких претензий к авторским правам. Вы можете взять реально фотографию того человека, который вы хотите, если вы не собираетесь это вот так показывать, а покажете уже непосредственно готовое изделие, то есть, одетого человека. Так, берем перышко, блокирую слой, на котором у меня расположена эта фотография. Я ее открыла, создала новый документ и в него перетащила, для того, чтобы у меня вот эта панель образцы была в нормальном виде. Потому что, когда мы просто открываем документ, ну вот, например, файл открыть и выбираем любую девчонку, то, смотрите, вот здесь у нас в образцах ничего нет. Просто потому, что программа не знает, как считать образцы, которые есть здесь, тем более это растер. Для того, чтобы этого избежать, я просто создаю новый документ. В данном случае это документ формата А4. Вот я создавала. Так, это у нас через открыт новый. Вот смотрите, вот здесь, вот он у меня А4. Я создавала с высоким DPI, 300 DPI, вертикальный и поменяла модель цветовую на RGB, потому что у меня по умолчанию как CMYK стояла, поскольку я планирую данное изображение исключительно для использования на компьютере, ценить мне не нужно. Итак, у нас уже с вами есть модель, соответственно, мы у нее видим формы. Я выбрала максимально такую простую симметричную девушку, но мой эксперимент я хочу провести и на барышнях с пышными формами, потому что именно с ними, как правило, сложнее всего и непонятнее всего, как делать. Так что начнем с простого, потом сделаем более сложный вариант. И вот здесь у меня сразу есть белье, конечно, оно немножечко не той формы, какой бы хотелось, но тем не менее, сверху его многовато. Я уже подобрала модель, которую я буду рисовать. У меня есть зарисовка от руки, поэтому мне попроще. Да, и вообще, когда так рисуем, ну, я какие-то обычно набросочки делаю от руки, чтобы было понимание. Сразу прям в программе рисовать, конечно, можно и этим я тоже иногда занимаюсь, но только если там какое-то моделирование интересное и так далее, а так не пренебрегаю возможностью нарисовать зарисовку от руки в силу того, что оно действительно мне пригождается. Вот, смотрите, я нарисовала форму лифа и теперь буду рисовать такую вот штучку. Очень интересная она. Итак, форму могу сразу не угадать с первой попытки, но мы ее потом поправим. Ей нужен единый объект, поэтому, возможно, надо сейчас его пошире сделать, вот это все поправить относительно фигуры. Здесь с первой попытки не всегда угадывается, как оно должно быть, но в целом похоже. Я нарисую основную форму и сейчас к этой форме добавлю складочки. Складочки я люблю рисовать на отдельном слое, то есть я все заблокировала и вот сейчас на отдельном слое создам нужные мне линии, нужные мне тени, чтобы у меня сразу это все было. Почему на отдельном слое? Рассказываю. Потому что очень часто бывает так, что вы цепляете нижний слой, то есть я начинаю рисовать форму складочки, а вместо того, чтобы нарисовать форму складочки, у меня зацепилась форма основы. Ну и, в общем, там начинается эта неудобная история. Я не люблю так. Вот лично я так не люблю. Поэтому всегда создаю дополнительный слой. Потом, когда заканчиваю работу, просто два слоя, грубо говоря, копирую и все, этим дело заканчивается. Вот. Так. Здесь у меня это линии. Смотрите. Линии мы сделаем потоньше, потому что они как бы второстепенные. И давайте мы их сделаем фигурными. Соответственно, сейчас еще добавим сюда тенюшек. Вот. И можно сразу как бы сделать, ну, например, белую заливку. Расблокируем слой, на котором он все делал. Только не цвет фона, а цвет заливки. Будет она белая. И здесь тоже будет белая. Вот так. Соответственно, вот эту линию сейчас тоже немножечко проправим. Вот таким образом. Так. Теперь создаем полутени. Полутени у меня пойдут вот сюда. В зависимости от того, из какой ткани, полутени могут быть более жесткие, более мягкие. То есть тут тоже, смотрите, все это определяется уже непосредственно нашей тканью. Так. Так. Здесь сейчас тоже вот так. Так. Вот сюда. Вот. И вот эту часть тоже надо нам залить. Так не произошло на замыкание контура. Хорошо. Вот эту часть мы тоже сейчас зальем беленьким. И вот то, что я нарисовала такими некрасивыми грубыми контурами, которые как бы мешают нам в эскизе. Ну, берем, меняем местами цвет контура и цвет заливки. Получаем вот такую тоже неприглядную штуку. Вот так вот. Оп. И я бы еще и добавила размытие по гауссу. Будет помягче. Возможно, не такое яркое, но вот так будет лучше. Вот, смотрите, сразу мы тут тени обозначили. Теперь по лифу. По лифу там тоже такая история. То, что здесь такие вот складочки-складочки. Будем рисовать их двумя типами. Смотрите, это у нас будет тип, можно даже не замыкая контур, да. Это будет тип, соответственно, пятновой. Пятно и линия. Если мы говорим про графику, то у нас два основных рабочих приема. Это пятно и линия. В зависимости от того, как они располагаются, получаются изображения. Значит, здесь мы с вами делаем тоже пятна. Потом сверху нарисуем линии. На линии, скорее всего, создадим дополнительный слой. Потому что будет цепляться в та часть, которая пятновая. А это, как всегда, неудобно. Такая типа зеброчки у нас получается. Но это не принт. Это складочки. Выбрала я такую достаточно интересную, но в чем-то сложную модель. Поэтому придется нам немножечко с ней повозиться. Но результат обязательно порадует. Так, мы выбираем вот так. И эффект размытия по гауссу. Вот они плавненькие такие штучки у меня там получились. Создам новый слой. И на нем уже буду рисовать красоту в виде линии. Соответственно, линии пойдут вот так. Очень красиво, когда линия оставлена вот так получается. Сейчас покажу, что я уйду. Вот. То есть она такая не от одного края до другого. А такая немножечко оставленная. И еще, конечно же, чтобы у нее был вот такой завиточек. Прям красиво смотрится. Не все такие линии должны быть. Но вот именно вот эти завиточки, они, конечно, придают красоты. Всему этому мероприятию. Поэтому не пренебрегайте такого рода линиями. Вот. То есть, смотрите, форму я нарисовала быстро. А теперь долго и упорно работаю над тем, чтобы показать всякие складочки. И опять же сделала, смотрите, мягкие складки. Потому что по ткани они будут более актуальны именно в мягком виде. Так. Все, что у нас выходит за края, мы обязательно правим. Этого быть не должно. У меня опять создан новый слой. Ничего не цепляется. И поскольку это второстепенного плана линии, я их немножечко туда приглушаю. Есть вероятность, что вот эту часть, вот эти вот наши тени нужно сделать поярче. А то я их очень больно сделала припыленными. Вот так. И здесь тоже поярче. Вообще можно сделать тени или с размытием и без размытия. Это как бы тоже не запрещено. В зависимости от того, какого эффекта мы хотим с вами достигнуть. Вот такая штучка у нас с вами получилась. Мне не нравится вот здесь. Вот эта точка. Соответственно, я ее выбираю и сдвигаю. Вот так вот. Теперь все очень просто. Берем все вместе и будем сгруппировать. Вот оно сгруппировалось на один слой. Два лишних слоя можно выкинуть. По крайней мере, я не нашла более простого способа. И он меня никогда еще не подводил. Давайте сделаем зеркальное отражение. Вот такая штучка у нас с вами получилась. Вот это мы вместе все соединим. Одна часть, одна часть и вторая часть. Если не попадаете так же, как я, тогда мы приближаем все это дело. Почему-то не то. Выбираемся постоянно. Нужно выбрать вот эту и вот эту. Окно. Обработка контуров. Специально показываю, откуда я ее вытаскиваю. Потому что ее можно настроить по умолчанию. Она у вас будет все время вытащена. Вот. Но специально показываю, откуда вытаскиваю. Чтобы не было вопросов, что это такое. Ну давай. Ты уходишь на задний план. Чтобы не было вопросов, куда у меня все делось. И вот здесь можно добавить асимметричную штучку. Соответственно, чтобы она тоже была. Делаем линию. Делаем линию и такую же. Плюс применяем профиль. Линия. Вот так. Вот у нас получилась основа. Единственный минус. Видите. Немножко светится белье. Но тут уж никуда. Тут уже от белья мы никуда не денемся. Можно тоже попробовать его прикрыть. Зато сразу видно, как эта вещь будет себя вести. Если у нас будет где-то белье. И вот смотрите, такое белье нам не подходит. Соответственно, носить это надо на другом белье. А рисовал-то на самом деле я платье. Вот поэтому сейчас мы продолжим наше изыскание. Вот эту точку, конечно, ай-яй-яй. Сейчас я ее продолжу. Так. 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 И вот так. Я решила нарисовать его немножечко асимметрично. Будет смотреться лучше. Вот. И приводим мы вот сюда. Потому что здесь у нас тело. И замыкаем. А вот здесь у нас одной точке не хватило. Перо можно вытащить. Сюда ставим плюсик. Сейчас все поправим. Так. Здесь убираем направляющую. А эту направляющую немножечко меняем. Не нужна она нам такая. Да и здесь слишком она. Так вот. Вот так. Вот. Это первый слой. И еще у нас будет второй слой. Который будет вот отсюда идти. Здесь будет такая небольшая. пересборенность. И тоже складочки. Именно из-за вот этих вот вольностей тканей. Я решила все-таки делать ее асимметричной. Сейчас очень низко относительно ноги. И, кстати, если рисовать на живом человеке, я очень рекомендую сразу обувь. То есть, если это будет платье под каблук, оденьте все-таки человека под каблук. Сейчас можно сканировать, да, для того, чтобы это все сделать в 3D. Но вот я бы прям настоятельно рекомендовала одеть человека в ту обувь и в то нижнее белье. Если он согласится, чтобы вы поработали с ним в нижнем белье. Для того, чтобы это было все более четко. Так. Вот здесь у меня сложная линия и сидеть ее так вот прям вырисовывать неохота. Я не двигатель прогресса, это как бы всегда так, поэтому я ее сейчас скопирую. И вот у меня абсолютно такая же линия, ничего придумывать не надо. Вот такая штука получилась. Такое платье свободного моря. Пожалуйста, сделайте мне белую заливку. Вот такая ерунда. Давайте посмотрим, что мы теперь можем с этим сделать. Вспомним, что здесь у нас тело, отсюда мы не уйдем. Кстати, очень классный прием. Отрезляет. В том плане, что на эскизе я бы там где-нибудь что-нибудь скруглила, туда-сюда. А здесь все, здесь вот четко как бы показано, рассказано. И ничего никуда не надо. Так, отдельный слой я создала. Будем делать линии. Именно линии. Потом здесь получится так, что линии не до конца. Немножечко вот так и загнем, чтобы все было очень красиво. Так. Так. Здесь тоже вот покороче. Здесь будут встречные линии. И вот здесь надо будет поработать поближе. Вот это место мне не нравится. Прям как нарисовалось. Его бы опустить. Оно красоты не придает. Вот она линия. И вот здесь тоже. Вот отсюда. Вот так. Да. Так намного лучше. Опять возвращаемся сюда. И здесь я бы хотела, чтобы у меня была вот такая какая-то линия. красота. И это тоже вот важно, чтобы здесь были красотулечки. То есть здесь у меня присборенность идет. Я когда смотрела такого плана фасона, там бывают от строчки. Ну, есть бывает видно, бывает не видно. Обязательно смотрите, что в вашем случае. Ну, либо рисуйте то, что вы хотите. То есть либо у вас есть какой-то образец, по которому вы ориентируетесь. Либо, соответственно, надо просматривать. Так. Здесь у меня пойдет линия отсюда. Такая, у меня кругленькая. Эти линии, кстати, тоже здорово задают общий силуэт. Сначала они смотрятся некрасиво. Это то, к чему надо привыкнуть. Я не рисую сразу вот какими-то там с профилем линиями. Я сначала рисую смысл. Потом уже добавляем. Притом, сейчас когда мы их доделаем, можно будет у них там и толщину. То есть одни линии потолще, другие потоньше. Здесь вот важно эти линии сделать. Если не понимаете, как. Это, кстати, частый вопрос. Я не понимаю, как рисовать такого плана линии. Ну, во-первых, приходите. Научим, расскажем, покажем. Этим я и занимаюсь. Во-вторых, это практика. Вы берете фотографии. Вы берете книги. И по ним рисуете. Нарисуйте свои первые эскизы. После этого все у вас пойдет на ура. Такая вот простая штука. Так. Давайте тоже вот такую. И вот сейчас вот эти линии мы сделаем потоньше. Они не должны быть таким толстыми. У меня здесь толщина сейчас 0,5. Я сделаю 0,25. Вот. Эту часть мы нарисовали. Сразу давайте мы ей сделаем и тени. И, конечно, сейчас оно в черно-белом цвете смотрится не очень. И когда мы туда добавим еще цвета. Ну, например, какого-нибудь пудрового, малинового, зеленого. Да любого. Оно будет смотреться по-другому. Я создала новый слой, чтобы у меня ничегошеньки не цеплялось. И не мешало мне спокойно работать. Вот я рисую эти кривулины. Я знаю, что есть прям мастера. У меня попадаются студенты. Прямо попадаются. Это какой-то врожденный, мне кажется. Да? Либо наученный. И вот они обожают эти складочки. Они их так прям прорисуют. Там и пятно. Там и линия. Там и разбытость. Там и все. Просто вот боги. Просто боги. Мне кажется, у меня терпения не хватает. Они рисуют потрясающую красоту. Поэтому такое тоже у нас бывает. Я их прям восхищаюсь. Показываю с примеркой. Ну, ту красоту, которую они делают. А нет ли радость? Наслаждаться уровнем своих студентов. Так. И давайте тоже сделаем размытие. Коль у нас везде одно и то же. Сюда тоже сделаем размытие. Вот у нас получилось. И последний слой у нас получается. Здесь у нас тоже будут складки. И вот здесь прям так будем. Сейчас новый слой создам, чтобы не цеплять опять. Сейчас прям такие мощные создадим. Так. Поэтому сначала работаем с линиями. Значит нам нужна линия. Вот. Нам нужна линия. Это пойдет сюда. Так. Здесь у нас пойдет сюда. Здесь сверху вниз пойдет складка. Вот такая большая, красивая. Так. Сюда формируем форму. Так. Отсюда пойдет красота. Вот так. И вот здесь еще будет. Вот так. Вот. Все это берем. Все это на пять. Кстати тоже можно добавить полупрозрачность. Чтобы оно так не выделялось. Но на самом деле на черно-белом это смотрится одно. Сейчас как только добавится цвет эскиза, все это моментально поменяется. Здесь очень просто. Вот их видно. Вот эта форма флормируется. Значит вокруг нее вот здесь будет тень. Вот здесь будет тень. Она может идти насквозь, но она будет вот здесь. Вот она тень. Вот здесь будет тень. Вот здесь. То есть складка внутри. Прям посмотрите. Есть отдельные рисунки драпировок. Есть шикарная книжка 4000 details. Там все-все-все есть. И это надо изучить. И у вас тогда будут получаться красивые эскизы. Ну и плюс нарисовать много штучек. Я уверена, что сможете добиться даже большего и лучшего результата, чем я. Никогда себя не ставила как какой-то бог эскизов. Можно это все научиться рисовать. Главное практика и терпение. Вот. Так. Это у нас получилось. Поскольку это у нас другой слой. Оп. Все очень удобно. Вот. Можем даже нижний слой оставить чуть более темные складочки. Эффект, размытие. Так. Да. Вот. Можно и не оставлять. А потом можно как бы, смотрите, вот здесь, например. Все. Мы можем это все разблокировать и слить все необходимые. Вот здесь мы можем дать более темные. То есть это как формообразующие. По сути оно формирует такой цилиндр. Ну вот здесь и дадим. А вот эти сделаем чуть более мягкими. По насыщенности. Что там такое. Вот. То есть эти там помягче чуть-чуть. Таким образом формируется общий тон. Вот мы нашу прекрасную девушку приодели. Давайте теперь попробуем, помимо того, что мы ее приодели, приукрасить ее. Так. Сейчас я расширую. Все разблокировала. Создаю копию. Вот появилась вторая девчонка. Тоже в платье. Все как положено. Две девчонки и обе в платье. Так. Эти слои лишние убираем. Потому что я все сгруппировала на один слой. А эти технические, на которых я рисовала, можно убрать. Можно оставлять отдельно с вкладки. Там кому как больше нравится. И давайте сделаем заливку. Поскольку у нас все сгруппировано. Я двойным кликом выхожу в режим изоляции. Все, что у нас залить белым, выделяю инструментом волшебная палочка. Делаю двойной клик. И здесь начинаю поиск цвета. Может быть такой вот цвет внешней пудры. Смотрим. И тогда на такую нежную пудру. Вот эти все. То, что у нас залито. Делаем цветом основы. Выбираем цвет контура. И что делаем? Делаем просто потемнее. Будет мягче смотреться. Вот, смотрите. Если слишком темно, то мы можем с вами это все опять выбрать. И еще чуть-чуть посветлее отдать. Вот так. Вот. И наша девушка красавица получилась в таком вот летнем сарафане. Если мы понимаем, что нам что-то не нравится, у нас есть прекрасный инструмент. Так называется перекрасить графический объект. И здесь мы можем его, например, надеть в розовый, в голубой, в салатовый, в любого цвета сарафан. Притом он будет у нас очень прекрасно симметрично расходиться. Можно сделать потемнее, посветлее. Как раз, что будет лучше по цветотипу нашей прекрасной барышни. Вот это все подобрать. И, соответственно, здесь тоже вот серый можно тоже подкорректировать, чтобы он лучше смотрелся. Если вы понимаете, что здесь вам не очень нравится, можно зайти в дополнительные параметры. Она входит сюда. И вот здесь уже, например, цвет тени дополнительно подкорректировать. Если вы понимаете, что он должен быть немножко другой. Вот она у нас поправилась. Можно еще войти. Еще подкорректировать. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Вот таким образом у нас создался прекрасный летний сарафан на фотографии. И теперь мы понимаем, как он будет смотреться на данной фигуре. Особенно это интересно, конечно же, будет на фигурах еще и приустать. Кстати, смотрите, вот белье выскакивает. То есть это не будет подходить. Возможно, здесь надо просто будет подшить хорошие чашечки для того, чтобы это все делать. Ага. Мне кажется, что вот здесь, вот здесь, вся вот эта красота должна быть чуть-чуть поменьше. Вот. Если вам понравилось, обязательно пишите комментарии. Чтобы вам еще порисовать, на какой фигуре можете присылать фотографии. Не забудьте подписаться на канал. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...